Молния, друзья, боевики Сирии атакуют Дамаск с двух сторон прямо сейчас. Войска России разбиты под Дамаском. В столице Сирии и Дамаске начались попытка государственного переворота против режима Башара Асада. И войска Российской Федерации в Сирии несут значительные потери. Некоторые подразделения находятся в окружении. Пропавшим без вести числятся сотни россиян. Об этом заявляет ГУР Минобороны. Более того, прямо сейчас Кремль отправил в отставку командующего своей группировки в Сирии Сергея Киселя. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. И сирийские повстанцы захватили крупные трофеи у армии России, включая ЗРПК «Панцирь», РСЗО «Ураган» и самолет Л-39. Также сирийские повстанцы захватили аэропорт Алеппо. И самое главное, безусловно, что в Грузии четвертый день продолжаются протесты. И это означает, что Россия слабнет в двух регионах – Грузии и Сирии. Как это все отразится на войне России против Украины. Все это обсудим с Русланом Махадьющим Кутаевым. Руслан Махамдевич, приветствую вас. Приветствую и Дашу, приветствую и зрителей. Очень хорошие новости. Их можно обсуждать с большим удовольствием. Руслан Махамдевич, давайте начнем с Сирии, потому что дела очень серьезные. Говорят, иранская разведка уже сообщила, что за этим стоит Турция. Это очень интересно. Они уже сделали заявление, что уничтожает режим Башара-Асада Турция. И самое интересное, что также считают, что с этим связана и Украина. Как вы оцениваете события в Сирии? Это очень важно. До того, как мы начнем вопрос, я хочу сделать такое отступление. Дело в том, что мало об этом кто заметил, но где-то месяц назад президент Турции Эрдоган сделал очень интересное предложение Путину. Он предложил ему, ну давай урегулируем вопрос Идлиби. Это та провинция Сирии, где в принципе сосредоточены основные силы, которые воевали против Асада. Но Россия проигнорировала. Больше того, они даже не сошли нужным ответить каким-то образом Эрдогану. Просто пресс-секретарь отгрызнулся от Эрдогана. И они этот вопрос не стали даже обсуждать. И вот вдруг для некоторых людей появляется информация о том, что из Идлибы выдвинулись в сторону Алеппо. И здесь тоже очень важно, я хочу сообщить, вокруг Идлибы, той провинции, где сосредоточены были, еще раз говорю, основные силы, которые спаслись от преследования Хизбаллы, шиитской иранской организации, и Асада и русских войск. Так вот, эти силы, они сконцентрированы там очень серьезно, набрались мощи. Конечно, ни для кого не секрет, это там управляла и курировала Турция. Конечно, не без помощи Турции. И они, 18, вот я вот здесь этой цифрой, или 28 укреплений вокруг Идлибы российской были снесены. Русские сбежали, они очень много оставили боеприпасов, бросили бронетехнику. И это тоже удивительно. За несколько дней из Идлибы боевики добрались, что значит боевики армии сопротивления, они добрались до Алеппо и взяли Алеппо. Мы видели вот эти, я так хочу, как складывались события в Сирии. Так вот, Алеппо – это город самый, больше, чем Дамаск. Мы должны это понимать. Алеппо – это город больше, чем Дамаск. Если Дамаск – политический центр, Алеппо – это коммерческий такой торговый центр в Сирии. И это очень большое значение имеет. И в Дамаске, в Алеппо проживали именно сунниты, которые, в принципе, и преследовались и русскими, и шиитами. И то, что они его захватили, это имеет настолько важное стратегическое значение. Пожалуй, не меньше, если не больше, чем даже сам Дамаск. И когда боевики армии сопротивления заняло без каких-либо серьезных, скажем, потерь и сопротивлений, они даже пленили, убили иранского генерала. И вот вот здесь надо обязательно сказать, война Израиля против Хизбаллы и ослабление Хизбаллы способствовало именно взятии Алеппо. Алеппо контролировали именно шиитские боевики Хизбаллы. И вот здесь как раз Израиль и ее война против Хизбаллы способствовала падению Алеппо. Теперь видишь очень хорошие новости уже Дамаск. О чем это говорит? Я не хочу повторять то, о чем сообщил, но я хочу здесь сказать о другом. Это вдруг операция Эрдогана. Нет, уважаемые зрители, это не операция Эрдогана. Это операция Трампа и Эрдогана. была без сомнений договоренность двух президентов Соединенных Штатов Америки и Турции. И здесь, когда ГУР говорит о своем участии, абсолютно в этом не сомневаюсь. Именно вот эти три государства, Украина, если так по значимости, Турция, США и Украина принимают участие вот в этом. Они открыли очень серьезный второй фронт. Давайте теперь попытаемся ответить, кому и зачем это нужно. Турция, мы же знали, в принципе, почему Турция защитила Идлиб. Дело в том, что вот эти шииты и асадовские оловиты, они убивали туркоманов. Это тюркское население Сирии. Надо сказать, здесь и были кавказцы. Там же, кстати, были и чеченцы, чирийские чеченцы, которых они убивали. И вот эти люди в Идлибе сполослись, и их защитила Турция. И вот это Турция для Турции большое это значение имеет. Турция пыталась с асадом договориться. Давай договоримся, что ты этих людей не будешь убивать, не будешь преследовать. Как-то политически обоснуем это. Он ушел от этого, он не стал вести переговоры. Эрдоган вступил в переговоры, пытался с русскими договориться. Они ушли. И Эрдоган просто договорился с Трампом. Теперь давайте. А зачем это нужно Трампу? Заявление Трампа, что он заставит, чтобы мир наступил в Украине. Вот многие полагают, что там Трамп такой торгаш, такой шоумен, который так только развлекается. Смотрите, какие он делает потрясающие политические шаги. Решительно. Решительно. Именно вот этот договор между Трампом. Мы предполагаем это. Нам еще об этом не говорил. Но нет сомнений, что Трамп дал добро именно Эрдогану. Действуй и повязывай. Теперь, когда Трамп будет говорить с Путиным, у Путина уже будут связаны ноги, если не руки. Сирийский фронт он провалил полностью. Сирия для России очень о многом говорит. Это престиж России. Это присутствие, не скажем, Средиземное море. Это Ближний Восток. Это электронная разведка. И вообще для страны, которая позиционирует себя как некой большой влиятельной страной, она иметь должна где-то обязательно в каких-то странах какое-то присутствие. И смотри, Даша, это очень важно. Наши зрители об этом должны знать. Что сделала Турция с Россией? Мы знаем, 44-дневная война, Азербайджан, Армения. И именно поддержка Турции сделала, поддерживающую Армению, Россию унизила, и Азербайджан победил. Многие не помнят это, но я хочу напомнить. Ближайший сосед Ливии в этой стране фактически официально признанные власти, ливийские власти, организации объединённых наций, признанные Чавака Вагнера, уже три поля, столицу половину взяли. Они уже должны были закинуть в море. И тут появляется Эрдоган, его армия. И что они делают? Освобождают три поля. И половину Ливии они освободили, изгоняя российскую армию из Чавака Вагнера. И вот тогда, я помню, и Египет выступил, и Франция зашумела, и все, чтобы дальше Турция не двигалась. Но там другой вопрос. И в Ливии Турция выиграла, и на Кавказе выиграла у России. И теперь стоял последний вопрос. В Сирии. И теперь Турция унизила Россию. в Сирии. Олег попала. Со дня на день падет и Дамаск. И режиму Асада здесь, сюда вернуться, мало будет шансов. Обратная история. Когда Россия вступала в Сирию, тогда Обама был, и его госсекретарь Керри, он фактически подлег под Лаврова, и применение химического оружия Асада против, они просто сделали вид, что не заметили. И что тогда этого преступника надо было привлечь ответственности. Ну вот теперь Трамп пришел, и Трамп исправляет ошибки. И Обамы, то, что они фактически подставили сирийский народ. И я думаю, сейчас в новом, скажем, образе Америка в лице Обамы, и Эрдоган, и Украина, которая, без сомнений, достаточно хорошая, имеет разведданные и разведвлияние в Сирии и по совокупности, это все сыграло. Даже это в один день не дается. Такую подготовку они вели. Скорее всего, с Байденом, с Америкой, с Байденовской Америкой Турция не смогла договориться. А вот с Трамповской Америкой они смогли договориться. И вовремя. Это очень кстати. Это как раз нужно было Украине, чтобы вот такие появились новости и открытия Второго фронта. Асад побежал в Москву. Он умоляет, спасите нас. А откуда он возьмет? Министр обороны России сидит там, в Северной Корее, умоляет этого придурка, чтобы он дал еще людей для того, чтобы освободить хотя бы Курскую область. Вот такие интересные события. Разворачиваются эти события. Скажу откровенно, мне нравится, мне очень нравится такой ход истории и событий современной. Да, уважаемая аудитория, мы, как обычно, с Русланом Махамдеевичем Кутаевым оперативно собираемся. Мы с ним договорим, что как только серьезные события, сразу вот сегодня, вот воскресный вечер, Руслан Махамдеевич, у него были другие планы. Благодарю вас, что вы нашли время, оперативно мы связались. Уважаемая аудитория, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, в комментариях напишите, откуда вы нас смотрите. Несколько теплых слов в поддержку Украины, Грузии и в комментариях напишите вашу оценку. Что еще известно на сегодняшний момент? Во-первых, Израиль и США готовятся к падению режима Асада. В настоящее время между ними идут телефонные разговоры регулярные, они консультируются. Далее, сирийская армия покидает еще один крупный город Хаму, об этом пишут. И огромное количество информации медийно о том, как российские войска бежат из Сирии, как они разгромлены, как их ликвидируют, как... Есть даже видео, которое я показывала вам, как запечатала российская военная техника, которая попала в руки сирийских повстанцев. Они хотели, россияне, взять Киев за три дня, а получилось, что Алеппо взяли за три дня и российская армия убежала. Руслан Мохаммедович, ну, бежала она, понимаете? И вот, что следующее. Канал корпуса стражей Исламской революции Ирана, официальный канал, утверждает, что наступление сирийских повстанцев против российских, прежде всего, осадовских и иранских войск в Алеппо, им руководят турецкие и украинские офицеры. И это официальная информация. То есть им просто стыдно признаться, что сбежали от боевиков, и они считают, что командирами были украинцы и турки. Что скажете, Руслан Мохаммедович? Это вороньо. Откровенно, туркам и украинцам нет надобности сейчас управлять, нет надобности. Да, они могли обучать их, и это, в этом нет никаких, может быть, даже и секретов, но там достаточно в войне находящихся самих ополченцев, самой оппозиционной армии, оппозиционной власти, они сами могут кого угодно выучить, и не надо сейчас прикрываться, что хорошо обученные украинские командиры, хорошо обученные турецкие командиры, нет, это самодостаточная армия, они сами могут свои дела образовать, организовать и побеждать. Да, симпатии украинцев там, да, какие-то там консультации, какие-то инструкторы, я не исключаю, были там, но победа это ополченцев и оппозиционной армии, и оппозиционной силы против Асада, это они побеждают, и это очень правильно отметил, просто красиво, три дня, те три дня, которые Соловьев и Симонян обещали для Киева, это состоялось для, это состоялось для Алеппо, потрясающе здорово. Руслан Михайлович, геополитически это удар для Путина и то, что он, о чем я говорила в начале, они отправили в отставку командующего своей группировки в Сирии Сергея Киселя, это вообще удар для Кремля, вот то, что происходит сейчас, разгромы российской армии. Это настолько серьезно, я даже предполагал, если хочешь знать правду, я даже предполагал, что может быть, он даже снимет с Украины, если у него что-то было снять, он перебросил бы, но Сирия не граничит с Россией, для того, чтобы на корабле перевезти, я не думаю, что Турция пропустит через свой пролив подкрепление, это с одной стороны, с другой стороны пролеты самолетами, обратно Турция может закрыть свое небо, чтобы они не пропускали, вот с этой точки зрения для России там очень серьезные проблемы, серьезные проблемы, чтобы оперативно прийти, и посмотрите, как действует оппозиционная армия, она настолько молниеносна, о чем это говорит, уверяю вас, это не силы из Алеппо, переброшенные в Дамаск, это были другие силы, которые были подготовлены, чтобы действовать там, значит, была достаточно большая группировка подготовленная, значит, они действуют, они не просто нападают, они побеждают, это, если бы даже не было бы Украины, если бы даже не было бы Украинского фронта, сам факт вот этих событий в Сирии, это уже унижение для России, это унижение после таких заявлений, таких победных реляций, что мы такие сильные, что мы контролируем, мы управляем, и оказывается, они и здесь ничего не управляют, в Украине они опозорились, и здесь, в Сирии, тоже они откровенно опозорились. Ирдоган, 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 что теперь появляется новый игрок, Раджеттейб Ирдоган, президент Турции, который будет решать все на Ближнем Востоке, который теперь будет лицом номер один, а Путина, он получил оплюху, по сути, Путин, от Ирдогана, сегодня медийный, все. Нет, без сомнения, Ирдоган уже достаточно серьезный игрок, и его значимость, она значительно увеличивается, когда мы подозреваем, мы предполагаем, он все-таки имел заручительство и понимание со стороны Трампа, это совсем усиливает позиции, это не один игрок появился, а два игрока появились, здесь, США и Турция, и уверяю вас, они могут договориться и интересы, для США и для Израиля очень важно поведение вот этого пост Асадовского правительства, как они себя будут вести, и вот здесь должны быть какие-то гарантии, что они не будут нападать на Израиль, что они не будут антиизраильские иметь настроение, я не думаю, что они сейчас это будут делать и провозглашать, им нужно сейчас избавиться от Асада, от Ирана, от хизбалышейского присутствия и от русских, это чересчур большие были представленные силы, они освободятся от них и они будут укреплять свою страну, это задача первейшая для сирийцев, это важно для суннитов сирийцев, 80% населения это сунниты, там христианы, а лавиты это вообще всего лишь 3%, 3% людей управляли страной, это же нонсенс, это нонсенс, это собственно говоря война, она из-за этого и прошла, потому что эти 3% издевались над народом, над сирийским народом и в конце концов я думаю сейчас ситуация складывается достаточно успешно и очень хорошо, что Трамп сейчас приходит и потрясающе здорово, что с Трампом Эрдоган может иметь договоренности, да, Руслан Мухаммадьевич совершенно верно, сейчас произошел масштабный удар по оси зла Иран, Хезболла, Сирия, Россия и безусловно я бы хотела, чтобы мы с вами обратились к еще одной очень важной теме, горячая тема, Россия теряет позиции и в Грузии, а там и до фрагментации Кавказа недалеко, вот перед вами сейчас протестующие в Тбилиси этой ночью подожгли здание парламента Грузии, четвертый день масштабные протесты, они в Батуми, Зугидиде, Кутаиси, в Телави, в Гурджане и других городах проходят, полиция начала разгон протестующих водометами, слезоточил газ, дымовые шашки, вот поджог парламента, сожгли, я не знаю, куклу Иванишвили у парламента, то есть это вообще такое, знаете, политически священное действие, поджог олигарха пророссийского бедену Иванишвили, и все приходят к тому, что, скорее всего, до 25, до 20 января 25 года пророссийская грузинская мечта Грузии руководить не будет. Руслан Михайлович, что скажете? Смотрите, действительно, события в Грузии разворачиваются, события в Грузии разворачиваются очень интересно, очень серьезно, и поведение, вот многие эксперты и политологи полагали, насколько это хватит, хватит или не хватит, но грузинская оппозиция при поддержке грузинского народа достаточно последовательно начали вести свою борьбу, и это очень важно. Я хочу сообщить зрителям, что сейчас грузинскую оппозицию поддерживает очень много государственных учреждений. Из Конституционного суда, кроме судей, весь аппарат подал отставку и поддержал протестующих. Из Министерства обороны, из Министерства внутренних дел огромное количество людей, исчисляющих десятками уходит знак протеста против правительства Ивана Швили и знак поддержки оппозиционной силы. И вот здесь я хочу отметить, чтобы наши зрители вот этот очень важный момент уловили. Они сейчас фактически пытаются заменить официально законно избранного президента Зурабашвили и в этой связи сейчас грузинскому оппозиционному движению необходимо создать некий политический центр во главе с Зурабашвили, законно избранным президентом. Она имеет очень хорошее налаженное отношение во всем мире. И теперь для чего нужен этот центр? Для взаимодействия с окружающим миром. европейские страны, Америка и гонорируя правительство Иванашвили, его про-Иванашвили, они начнут выстраивать свои отношения именно с оппозиционным политическим центром. И тогда и здесь ты правильно сказала Батуми, Зугдиди, Гори, районные центры, которые какие-то допотопные времена только позволяли себе протестовать, они сейчас поднялись. А знаешь почему? Мы должны обязательно об этом сказать нашим зрителям. Почему? Что вдруг послужило, что вся в Грузии сколыгнулась и она пошла против правительства? Это когда они инициировали, что они порут отношения с Европой. Вот это и была та черта, которую они я не представляю, какие они глупые, что они сделали. Для Грузии, для грузин это очень важно иметь отношение, что без визы они могут ехать в Европу, они могут поехать работать, грузинская молодежь может пойти учиться. Это очень важный мостик. и вдруг правительство заявляет, что они инициируют практически прервать отношения с Евросоюзом. Это была последняя точка. Они ее нарушили. Не думаю, я убежден, что грузинская оппозиция сейчас вот этот Махамик дальше будут разворачивать. Я убежден, что из разных структур, ведомств, министерств, люди будут уходить и будут поддерживать, как снежный ком. Вот это движение будет нарастать. И так я предсказываю, я предполагаю, я не люблю слово предсказывать, я предполагаю, к Новому году, если динамика поведения грузин не будет последовательно вот таким образом держаться, к Новому году падет правительство Иоаннашвили, они вынуждены будут. Кстати, им негде закрепиться, нет такого места в Грузии, где они могли бы приземлиться, только самолет. Подобно Асаду им надо будет на самолете бежать в Москву. И я сейчас думаю, сколько вот этих у него соберется у Путина. Асад прилетел, эти прилетят, и еще другие прилетят. Вот таким образом Путин и будет собирать теперь тех предателей, которых он наплодил у разных народов в разных странах, и они терпят поражение. Потрясающие новости. хорошее настроение из-за того, что есть у грузин осознание и понимание, что надо избавиться от русского мира. И еще одно очень важное, грузины, которые воюют в Украине, на стороне Украины, они сделали заявление, что они считают нужным прибыть на родину. Если они прибывают на родину, никто, они не позволят избивать грузин, они не позволят, чтобы полицейские и кто-то другой бесчинствовали. И еще неизвестно, армия, армия, это не полицейские, армия, если нужно, будет, я убежден, армия поддержит грузинский народ. И вот здесь будет перелом. И сколько времени сегодня, всего лишь первые числа декабря до Нового года, вот подобное движение, если будет двигаться к Новому году, я думаю, мы станем с вами свидетелями, когда грузины, прогрузинская настроенная оппозиционная часть грузинской политикума, они возьмут верх, и они обязательно будут управлять своей страной. А это уже новый фронт, новый фронт против России и русской пророссийской идеологии в другой стране. Да, новости такие, что Россия терпит поражение по многим фронтам, Грузия должна быть частью Европы, Сирия должна освободиться от пропутинского, прокремлевского режима Асада, и это очень сильно ударит по России. Уважаемые аудитории, традиционно просим вас поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, что вы думаете о событиях в Грузии, сейчас США приостанавливает стратегическое партнерство с Грузией, возможно наложит санкции на правительство Дзина Ванишвили, будем мы смотреть обязательно, мы с Шланом Мухаммевичем Кутаевым, как только будет новые важные события по Грузии и по Сирии, обязательно экстренно соберемся.